МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встречались свежие идеи по самым животрепещущим вопросам. И все ждали, какие из них найдут отражение в итоговой речи президента Токаева. Поскольку на прошлых курултаях в Улытау и Туркестане глава государства задавал предметный план по модернизации общества и построению справедливого Казахстана на долгосрочную перспективу. Сегодня с нами в студии председатель Республиканского общественного объединения Ассамблея Жастары Тимур Джумурбаев. Тимур Габдулович, я вас приветствую в студии программы «Солбат». Добро пожаловать. Добрый вечер. Итак, к курултаю. Глава государства детально остановился на вопросах истории. По его мнению, наша молодежь должна равняться на лучших сынов казахского народа. Вы, кстати, автор книги «Джесказган. История в лицах». На ваш взгляд, как опыт наших прославленных предшественников, героев труда и современников даже может повлиять на воспитание достойного поколения? Ну, вообще, в целом, нужно сказать, что заседание курултая стало уже таким традиционным, ежегодным подведением итогов в развитии идеологических концепций, которые у нас сегодня есть. И президент очень четко обозначил те актуальные вопросы, на которые сегодня следует обратить внимание как гражданскому обществу, так и государственным органам. И в целом, здесь, конечно, были даны новые тезисы, новые концепции, которые сегодня, я думаю, будут выступать таким интегрирующим, консолидирующим фактором в дальнейшем развитии общества, в развитии нации. И если говорить про тему истории, которую очень подробно затронул глава государства, конечно, президент отметил, что мы сегодня должны прекратить какие-либо инсинуации вокруг нашего исторического прошлого. То есть история, это в первую очередь для историков, да, этот период уже прошел, и мы должны... Мы должны смотреть вперед. Мы должны смотреть вперед, да, и принимать наше историческое прошлое таким, каким оно было. Конечно, если говорить о взаимодействии с молодежью, о привитии молодежи тех важных принципов, о которых говорилось на полях национального курултая, это и трудолюбие, это и культ знаний. Здесь, конечно, очень важен пример наших исторических деятелей, которые внесли большой вклад в развитие своей страны, в развитие своего народа. И здесь, конечно, вот книга, про которую вы сказали, это был такой мой школьный опыт и подарок своему родному городу в его юбилей. И в книге были отображены как раз истории, жизнеописания выдающихся деятелей региона, и которые... Индустриального региона. Индустриального региона, промышленного региона, большого региона, и которые уже вышли далеко за пределы такой региональности, да, имея свою историческую значимость. Здесь это и Каныш Садпаев, это и Кокмбек Салыков, и многие другие люди. И вот на таких примерах, я думаю, очень интересно воспитывать молодое поколение. Такие примеры очень интересно будет имплементировать в школьные уроки краеведения, да, когда учащиеся могут знать, ну, начиная с простого, да, в честь кого названы школа, в которой они учатся, и заканчивая тем, какие выдающиеся люди есть в Казахстане. И здесь еще очень важный такой момент, что сегодня у нас очень много примеров представителей разных этносов, которые по своей душе, по своей натуре, по своему менталитету стали неотъемлемой частью казахского народа. Конечно. Вот на полях Крултая депутат Сената Евгений Больгерт как раз-таки приводил пример Геральда Бельгера. Это, я думаю, что вот один из таких ярких примеров. И вот такие примеры того, как казахстанцы, полюбив эту страну, полюбив эту землю, внесли и вносят большой вклад в развитие этой страны, я думаю, его тоже нужно сегодня мультиплицировать, рассказывать об этом молодежи, и, возможно, это нужно делать в таких новых форматах, в креативных форматах. В частности, президент тоже говорил о привлечении креативной индустрии во все эти процессы. Да, там очень большое внимание уделяется. Но вернемся к классике. Опять же, к книгам глава государства выступила с инициативой учредить национальный день книги, создать в Алматы и в Астане круглосуточные библиотеки. Вот есть устойчивое мнение, да, тот, кто читает книги, управляет теми, кто смотрит телевидение. Насколько вы согласны с этим утверждением, и что нам дадут круглосуточные библиотеки? И очередное привлечение внимания к книгам. Я соглашусь и с этим утверждением, и с этой инициативой, потому что на сегодняшний день мы понимаем, что книги и вообще читательская культура, они не потеряли своей актуальности в современном мире, да. То есть это не стало архаичностью. И, конечно, сегодня мы видим такие уже в обществе устоявшиеся такие проблемы, когда читательская способность очень сильно упала. И сегодня мы в силу своей повседневной жизни, в силу взаимодействия в социальных сетях стали больше воспринимать короткие тексты, клиповое мышление, да, чем лонгриды и тем более уже книги. То есть сегодня уже мало тех, кто может похвастаться, что ежедневно читает по нескольким страницам. Может, времени не хватает. Я думаю, что для литературы, для общего повышения и расширения своего кругозора надо время находить каждый день, потому что это самообразование, саморазвитие, которым должен заниматься человек ежедневно. И, конечно, вот эта инициатива в открытии круглосуточных библиотек, она будет очень сильно способствовать вовлечению молодежи в развитие, в повышение читательской грамотности, в развитие нашей отечественной литературы, в развитие в целом грамотности населения. Здесь еще есть такая ремарка, что читать-то умеют все, но понимать и усваивать ту информацию, с которой они встречаются, может не каждый человек. И об этом уже говорят и определенные исследования, в том числе среди учащихся школ. И это риторика, которая настораживает. И здесь, конечно, в этой связи вот такие комплексные меры по развитию читательской культуры среди населения, они очень важны. И в особенности их важно развивать в маленьких городах, в моногородах, в сельской местности. Там, конечно, с литературой больше проблем. Больше проблем, потому что мы часто бываем в сельских библиотеках, видим эту ситуацию. То есть сегодня доступ к литературе должен быть у всех. Ну и это возможно сейчас и посредством электронных носителей. Что касается круглосуточных библиотек, я думаю, что это очень шикарная идея, очень хорошая идея в плане того, что вот вы говорили о том, что возможно у кого-то нет времени. Времени не хватает. Пожалуйста, сейчас предоставляется 24 часа, и каждый желающий может прийти почитать книгу. Помимо этого, эти библиотеки, я думаю, что они будут не только местом, где люди приходят, берут книгу и читают. Это будут такие каворкинг-центры, это такие будут хабы, куда приходит молодежь, креативная молодежь, обмениваются мнениями, генерируют новые идеи, новые предложения. Сегодня мы уже видим, что библиотеки по стране, они сегодня работают уже в новом формате. И когда они будут работать круглосуточно, и будет доступ у молодежи к интернету, к доступным ресурсам, которые есть, которыми обладает этот центр, эта библиотека, то я думаю, что это будет способствовать очень сильно развитию креативной индустрии и развитию потенциала нашей молодежи. Опыт в мировом сообществе уже такой есть, и президент о нем сам говорил, это известные турецкие библиотеки, которые работают круглосуточно. Поэтому сегодня внимание к книгам, оно должно быть, я думаю, что такое, стать частью нашей национальной идеи. И здесь мы, как молодежные организации, да и вообще как в целом все гражданское сообщество, должны понимать свою ответственность в реализации этой задачи. То есть сегодня мы уже с ребятами думаем, какие должны быть интересные форматы привлечения молодежи к книгам, к литературе, к чтению. И это могут быть книгообмены, это могут быть литературные вечера. То есть это все должно быть в таком доступном и интересном для молодежи формате, который молодежь смогла бы принять для себя и утвердиться в этом мнении, что все-таки мы должны двигаться в этом направлении. Главное, чтобы это не было по принуждению. Обязательно. То есть здесь, я думаю, что нужно давать свободу творчества молодежи, которые... У нас сейчас очень много молодых писателей. У нас сейчас много молодых журналистов, которые бы могли в этом направлении дать свои идеи, дать свои предложения по формированию вот этого общего движения «Казахстан, считающая нация», если мы его обозначим условно так. Вот вы яркий представитель прогрессивной молодежи. На Курултае поднимались очень актуальные для современности вопросы, которые буквально бичом стали для наших молодых людей. Я имею в виду наркомания, лодомания, бытовое насилие и так далее. Возможно, это из-за того, что мы стали меньше читать, а молодежь буквально не отрывается от своих сотовых телефонов и постоянно буквально пропадает в интернете. И там явно они не читают казахстанских классиков, а сплошь и рядом натыкаются как раз-таки на это насилие. Вот как с этим бороться? Да, это взаимосвязанные вещи. Потому что, ну, дурной пример, он заразителен. И, конечно, когда среди молодежи нет культивирования вот этих принципов, принципов трудолюбия, знаний, то, соответственно, молодежь предоставлена сама себе, и она ищет какие-то идеалы вот в том пространстве, в котором она существует, то есть в социальных сетях. И здесь, конечно, очень много, это комплексный вопрос, и очень много таких факторов на это все влияют. Это и отсутствие должного образования, отсутствие должной грамотности. Конечно, для решения этих вопросов мы в первую очередь должны решать такие актуальные вопросы для нашей молодежи. Качество образования, доступное трудоустройство, развитие семейных ценностей и приобщение к национальным ценностям, к ценностям нашей страны, ценностям нашего периода независимости. Это комплексный план, рассчитанный на много-много лет. В конце мы должны прийти к справедливому Казахстану. Вот еще одна инициатива интересная президента, ордена Айбен, степени, предложил сделать именными в честь наших прославленных полководцев. Это идея, как на ваш взгляд, может, на патриотизм, на поднятие патриотического духа повлиять? Эта идея очень хорошая. Возвращаясь к первому нашему вопросу, к первой теме нашего обсуждения. Конечно, страна должна знать своих героев. Даже если это такие герои, как Баужао Мамушола, Сагадат Нурмагометов, о которых сегодня, я думаю, что знают все, не будет излишним вновь молодежи проговаривать о тех подвигах, о том огромном вкладе, который сделали эти люди в развитие нашей страны и в дело защиты нашего народа. И здесь, конечно, увековечивание вот этих имен в названии государственных наград, я думаю, что это очень справедливое, заслуженное признание тех заслуг, которые эти люди имеют. И, соответственно, конечно, вот на таких примерах мы сегодня будем воспитывать настоящими патриотами маленьких мальчиков, которые смотрят на своих родителей, на своих отцов, да, может быть, кто-то из военнослужащих будет получать эту награду, и его дети уже будут на их устах, на их ушах всегда будут имена этих героев. Поэтому я думаю, что это очень хороший опыт и очень хороший пример. Президент об этом сказал на прошлом заседании национального Курултая, что мы должны пересмотреть некоторые названия наших государственных наград. И вот то, что присваивается имена вот таких великих казахстанцев, я думаю, что это еще один признак того, что мы идем к справедливому, к честному обществу. И вот эти принципы, они уже укоренились, укореняются и постепенно в каких-то сферах укоренились в нашей общественной этике. Тимур Габдулович, я благодарю вас за ваше время, за очень интересную беседу. Наша молодежь должна смотреть только вперед. У нас очень талантливая молодежь. Всего вам доброго. Спасибо большое. А я также прощаюсь с нашими телезрителями. Всем удачи и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok